Конечно, все здесь на самом высоком уровне. Медицинское оборудование, сервис, профессионализм. Госпиталь многопрофильный, с отделениями педиатрии, акушерствия, гинекологии, диагностики, реабилитации, хирургии, травматологии. Есть скорая помощь и родильный дом. Гордость клиники, экоцентр. Около 50% проводимых здесь процедур по искусственному оплодотворению заканчиваются успешно. А еще здесь можно заморозить эмбрионы на бесконечный период, а потом ими провести оплодотворение. Мы у себя используем технологию так называемой быстрой заморозки, либо витрификации. Это метод, который позволяет сохранить качество эмбрионов абсолютно таким же, как они были заморожены. Глава района высоко оценил диагностическое оборудование для МРТ и компьютерной томографии. Поражают и операционные, например, хирургические вмешательства. Здесь можно проводить в онлайн-режиме и передавать изображения на мониторы в другие клиники, вплоть до зарубежных. А это уже зоны релаксации с бассейном, криосауной и бани. Гости центра могут посещать и спортзал. После осмотра клиники состоялся круглый стол. Андрей Иванов поблагодарил врачей за теплый прием. У нас исключительно положительные впечатления о том, что мы увидели. Я бы сказал, что у нас состояние легкого шока, потому что мы все вращаемся в системе государственного здравоохранения. Там, безусловно, и все вы тоже об этом знаете, еще пока не хватает денежных средств для того, чтобы все наши медицинские учреждения вывести на такой уровень, который мы сегодня видели у вас. На встрече обсудили и возможное сотрудничество. Нам бы хотелось обсудить пути сотрудничества между правительством Московской области, администрацией Одинцовского района, безусловно, в системе здравоохранения и вашим клиническим госпиталем Лапин. Подчеркну, что мы однозначно заинтересованы в развитии качественной медицины на территории Подмосковья. И хотели бы сегодня услышать предложение с вашей стороны, как бы мы могли это сотрудничество наладить и в дальнейшем улучшать, расширять. Сейчас жителям Одинцовского района уже предоставляется 20-процентная скидка на роды. А с 1 октября начнет действовать скидка в 20% на ЭКО. Будут проводиться и благотворительные акции «Подари жизнь», «День донора», а также образовательные. Появятся и совместные программы по обучению медицинских специалистов. Врачи госпиталя выразили готовность в ряде тяжелых случаев принимать муниципальных пациентов и оказывать бесплатные консультации и лечения. Тем более, что опыт такой уже есть. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.